друзья мои дорогие всем добрый день любит не любит хочет расстаться или хочет быть вместе у многих отношениях наступает такой период когда ничего не понятно и шестым чувством или какими-то другими своими каналами вы чувствуете вы понимаете что что-то не то но человек напрямую ничего не говорит бывает что и какие прямые ваши вопросы к результативной беседе не приводит ну давайте будем честными когда у нас достаточное количество вот этих тревожных признаков мы уже можем там либо как-то форсировать события либо что-то спасать либо уже понять что бесполезно спасать конечно до этого лучше не доводить но раз уж вот вы в этой точке находитесь то хотя бы честно будьте честными сами с собой и так почему человек вот как-то кажется да что вроде хочет расстаться вроде не хочет отношений но напрямую ничего не говорит а мотивы то здесь на самом деле очень такие очевидные человек просто ждет что все разрешится с собой как-нибудь рассосется да вы там пообижаетесь или вы что-то предложить или какие-то внешние обстоятельства еще человек действительно может допускать на какой-то небольшой процент что у вас все еще будет нормально то есть типа в своей голове человек вам дает шансы отошел или отошла в сторону да и так вот давай там старайся да я немножко понаблюдаю может действительно будет лучше опять же своих усилий кит прилагать не хочет еще человек может просто быть таким склонным к инфантильности к попустительства да как идет так идет да мне не при другом не при том ни при другом раскладе особо то ответственность на себя взять не хочет еще человек может вас терпеть из-за какой-то выгоды из-за какого-то удобства это и какие-то такие вещи когда речь о прямой материальной выгоде карьерной выгоде о жилье но это могут быть и косвенные вещи просто человек осознает что удобнее например быть в паре для собственного статуса или не хочет получать огромное количество претензий от своей родни которая узнала о вашем расставании и так про признаки которые указывают на то что как раз человек с такой и маленькой степени вероятности с вами хочет расстаться но об этом не говорит не набрался не набралась смелости каким-то образом все это пытается да немножко не то что наверно на низкой скорости вот это все проделать естественно мы должны с вами понимать что если там у вас один два три признака и не так давно все это ну наверное еще не так все критично действительно у людей могут быть проблемы на работе у вас свои какие-то бытовые периоды ссор могут быть но если большая часть признаков соблюдается поддерживается то общем тогда себя не обманывайте и так первое человек с вами проводит меньше времени ну то есть вот как угодно да был раньше вот такой отрезок сейчас вот такой отрезок а предпочитает проводить его с кем-то да на работе с друзьями там интернет телевизор все что угодно просто меньше вами как-то вот не тянет как-то вот меньше каких-то в общем совместных дел что касается плана планов общих практически нет вы пытаетесь каким-то образом до раскачать о чем-то договориться вам там в ответ что-то типа поживем увидим как будет так будет рано ты об этом паришься вы говорите как же так григорий через неделю уже новый год а мы даже не решили что куда или через три месяца отпуск а вы даже еще пока не думали на работе там какие-то подтверждения не получали давай об этом поговорим а человек как-то так да по стеночке по стеночке и уходит что касается каких-то более долгосрочных планов тем более там все мутно как правило вы говорите да человек только там кивает соглашается или ой не смеши меня ну вот что то такое еще следующий признак очень тревожный это знаете раздражительность конечно близкие люди особенно которые долго там живут браки находятся встречаются конечно у них и обиды коп и злость коп и могут они что-то нехорошее сказануть данном случае речь не обязательно про расставание сразу но когда знаете вот это вот уже перманентная раздражительность уже человеку вас все не нравится так всегда на срыве вы человеку где-то неприятный вы даже до конца не можете понять а в чем именно что не так то есть это в целом какой-то такой настрой это очень тревожный признак даже более опасно чем например просто какие-то бытовые ссоры следующий пункт качество близости у кого-то интим вообще пропадает у кого-то становится более механически у кого-то каким-то более жестоким ну ну не то целом холоднее да в целом без вот этой теплоты другой признак завуалированное расставание это когда человек слишком часто вам да пусть даже в шутку или как-то так вроде как в контексте но вы это воспринимаете как ну что ли попытки просто поддержать разговор вбрасывает из разряда да 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 скоро может быть расстанемся или хочешь ищи нового партнера или смотри как тебе с этим человеком было бы хорошо или на себя кого-то примеряет другой признак близкие этого человека по-другому себя стали с вами вести речь может быть про родственников про друзей там про каких-то близких коллег с кем человек дружит есть разные здесь либо действительно они уже от вас отстранились уже все вас слили либо как будто вы чувствуете жалость какая-то к вам вроде ничего такого не произошло они вас как-то вот пытаются что ли уберечь поддержать в принципе контакта этого меньше вы пытаетесь что-то про вашего человека спросить но там ну как бы не особо пробиваемая тема в целом отдаление вот это холод отчуждение какая-то незаинтересованность но это уж такие очевидные признаки формальное участие то есть вроде как купил купила отстрелялась что-то там да скоординировала но нет вот этого вот вовлечения то есть человек формально присутствует нет вот этого тепла это смотрите это тот же самый неглект то есть эмоциональная холодность вы для человека уже не такой близкий не такой значимый конечно же обращайте внимание на язык тела вы человека обняли человек шарахается человек до вас дотрагивается тогда вы находите если вы на месте до того кто вы находите тысячу причин чтобы он или она вас не трогал вы понимаете да что что-то не то корпусом человек от вас отвернут на вас много особо не смотрит ну то есть тело может очень хорошо выдать ситуацию еще бывает но это уже явно такой ощутимый признак когда знаете человек использует тактику уйди первым то есть измор такой начинает да я плохой да я плохая да я специально что-то для тебя не сделаю да я здесь нарушу границы и давай давай уже покажи мне свою реакцию то есть это очень кстати такой распространенный ход когда просто создаю такие условия чтобы человек ушел первым и вы тоже можете быть такой ситуации что делать если вот в своих отношениях большую часть этих признаков наблюдаете а например 7 до из причисленных признак это вот не вот вчера вдруг началось вы поругались и человек там надулся хоть обиженный нет это долго может идти неделями и месяцами плюс да мы можем там как-то вот фоново подмечать что человек с кем-то переписывается у человека какие-то истории на стороне не всегда настолько все взаимосвязано но чаще вот что-то такое в поле зрения новый появляет здесь на самом деле большому счету два кода а если вы понимаете что спасать нечего и ваше достоинство ваша гордость этого не переживет то здесь просто уже сложить дважды два и это финальный разговор или может быть вообще уйти они редко бывает что уходят а партнер даже не то что не замечает относится к этому как к ожидаемой закономерности и пункт другой вы можете прямо выяснить отношения вы можете с человеком поговорить но это должен быть ровный обстоятельный разговор можно еще поиграть немножечко отдалиться какое-то зеркальное поведение продемонстрировать но вот в таких случаях это редко-редко помогает уже вас обесценили вы не нужны и скорее человека только обрадует то что вы отстранили себе то что вы себе кого-то на стороне завели так что будьте внимательны к этим признакам если считаете нужным что-то предпринимать если нет то лучше идите тратьте свои ресурсы на новых партнеров на новые отношения друзья мои если вам будет нужна моя помощь как психолога как психотерапевта буду рада видеть вас на своих онлайн консультациях мои контакты внизу под видео пишите мне в мессенджерах узнавайте условия проведения консультаций всем пока всем до скорых волнующих